Мы продолжаем виртуальный экскурс в историю города. Названия улиц города отражают его прошлое. В табличках на фасадах домов читается память о людях и событиях, сыгравших значительную роль в судьбе города, а то и всей страны. Бендеры были освобождены советскими войсками 23 августа 1944 года в ходе наступательной Яско-Кишиневской операции. В боях за освобождение города погибли около трех тысяч советских воинов, память которых увековечена на Братском кладбище мемориального комплекса «Площадь героев». Именами освободителей названы улицы города. Среди них улица подполковника, освободителя Бендер Емельяна Ермакова. В ночь 22 на 23 августа немцы начали отвод своих войск из Бендер. Вот тогда-то и вошел в разграбленный и разрушенный врагом город сводный отряд. Сформированный из 93 и 223 стрелковых дивизий от полковника Ермакова Емельяна. После освобождения Молдавии он продолжил свой путь на запад. Он немного не дожил до победы. Его жизнь оборвалась 3 февраля 1945 года в боях за освобождение Венгрии. Улица Гастелло – такое название есть во многих населенных пунктах государств бывшего СССР. Присваивали его в память о советском военном летчике. Николай Гастелло был участником трех войн. Погиб во время боевого вылета. Звание Героя Советского Союза получил посмертно. В 1941 году капитан Гастелло командовал авиазвеном. Во время атаки на скопление германской техники его самолет был подбит. Горящий самолет направил в самую гущу врага. Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. В пути его самолет был подбит снарядом зенитки. Объятая пламенем машина не смогла бы дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника. Так был совершен подвиг. Иноземный таран немецко-фашистской техники. Есть и название, которое улицы получили в честь юбилейной даты. К примеру, свое название улица 40 лет Победы получила в 1985 году. В преддверии празднования 40-летия Победы Советского Союза. Елена Расланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.